Занятия по плаванию, начиная с сентября, станут постоянными на уроках физкультуры в седьмой школе. Здесь после капитального ремонта открылся бассейн. Результат превзошел все ожидания. Высокотехнологично, комфортно и красиво. Первый раз я не попал, я даже запал. Не думала, что как-то нужно. Не, ну для них, которые. Сейчас, да. То есть для нас. Молодцы. Ну что, спасибо вам. Обещание вернуть к жизни спортивный объект, данное год назад, исполнено совместно с компанией «Славянский дом». Сергей Павлович процесс ремонта наблюдал лично. Сегодня зашли электрики. Там оборудование тоже менять будут? Оборудование полностью делает та же подрядная организация, которая делает… Что и на том бассейне? Да, что на этом бассейне. Краснодарцы проверенные. Теперь бассейн открыт для всех. Вряд ли когда-нибудь здесь будет пусто. Даже во время каникул. Пропускная способность бассейна на сегодняшний день составляет 200 человек в день. То есть с учетом шестидневной рабочей недели это 1200 человек. Наталья Ананьина, тренер-преподаватель, после небольшого перерыва вернулась в родную школу, чтобы придать важное содержание этому объекту. Педагог с удовольствием строит планы на предстоящий учебный год. Начиная с сентября месяца у нас планируются тренировки по плаванию. Планируем набирать детей с 7 до 18 лет. Группы будут разные. Детки будут с направлениями от врача, медицинские группы. Также спортивно-здоровительные. Ну и просто обучение детей плаванию. Летом бассейн станет местом для тренировок юных пловцов. В школах Анапы очень сильно развито спортивное движение. Вот и сегодня в спортзале идет тренировка. Сергей Павлович интересуется, кто на волейбольной площадке. Вот две команды из Нижнекамска. Это у нас катастрофы. Но они между собой. Да, уже заканчивают заминку. А у них есть возраст. Да, это только девочки 12 человек. Первенство России по волейболу организовано профсоюзным движением страны. Радует, что на курорте есть все возможности для приема престижных соревнований. Задача власти – продолжать укреплять материальную базу спортивных и образовательных учреждений. Редактор субтитров А.Семкин